Хорошо, спасибо. И особое, конечно, внимание, уделяя вопросам питания, уделяя особое внимание сои и продуктам соевым и тофу. Сначала позвольте мне кратко представить систему контроля за раком, которая существует в Корее. Таким образом, в Корее рак – это ведущая причина смерти. 28% в 2010 году и по-прежнему остается таковым. Поэтому правительство решило, что для решения этой проблемы необходима национальная программа. И в 1996 году такая программа была инсценирована на первые 10 лет, и затем второй этап осуществления программы был инициирован. В течение этого периода времени за 10 лет, как вы видите здесь на слайде, во время первой программы по скринингу, как раз именно скрининг был в центре внимания. И в течение этого периода времени, в течение этих 10 лет повысился уровень выживаемости, срок выживаемости практически на 15%. Надо сказать, что это было очень хорошо. Что касается смертности, за эти 10 лет смертность стала понижаться. Однако количество случаев стало увеличиваться. То есть основная проблема заключалась в том, что было большое количество случаев заболевания раком, а это большой груз и большое бремя для экономики страны. И наша статистика корейская именно такая. И могу вам немножко рассказать об этом для того, чтобы показать, каким образом все это связано еще и с раком желудка. Так вот, пятилетняя выживаемость в Корее, как вы видите, характеризуется вот этими цифрами. Здесь очень интересно. Вот здесь мы видим рак желудка и рак колоректальный рак, видите, за 5 лет 74%, а колоректальный рак 76%, в то время как ранее это было 66%. Таким образом, мы с вами здесь видим сроки выживаемости, и здесь, конечно, у нас существенное повышение по сравнению с предшествующим периодом. За последние 15 лет это произошло. И эти цифры по Соединенным Штатам, по Канаде, по Японии, как вы видите, в общем, не выше. Таким образом, у нас, конечно, хорошие результаты по выживаемости. Но каковы же тенденции за последние десятилетия в Корее? Вы видите, что здесь уже представлены и известные вам цифры. 1999 год. Мы можем показать вам эти данные вплоть до 2010 года. Это то, что мы сейчас можем показать. Но что-то произошло в 2011 году, потому что в 2011 году уже наблюдаются существенные изменения. И этот слайд это демонстрирует. Но так вот, именно 1999 год, это год, когда была инициирована национальная программа скрининга. И затем, после этого, вы видите, что по-прежнему наблюдается увеличение числа случаев заболевания. Вы видите это. Но, однако, вот у нас 2011 год. И мы видим, что эта кривая начинает меняться. Многие эпидемиологи и государственные служащие выражали удивление по этому поводу. Вдруг начинается понижение всех этих кривых, связанных с количеством новых заболеваний. 1,6 по мужчинам, для женщин 1,7. И после 2011 года здесь наблюдается явное совершенно понижение. Таким образом, мы можем видеть это вплоть до 2012-2013 года. И затем, если мы посмотрим с вами на тенденции того периода времени, мы увидим с вами, то есть по разным видам рака. Вот здесь у нас рак желудка представлен. И мы видим, что здесь тоже количество смертей начинает понижаться. А вот это у нас колоректальный рак. Здесь сначала повышение, а потом понижение. Так вот, после 2011 года мы наблюдаем понижение по подавляющему большинству видов рака. И это очень интересный паттерн. И, конечно, мы о нем сообщали. Вот вы видите, да, здесь колоректальный желудок, рак желудка, первая линия рака печени. Здесь мы наблюдаем непрекращающееся понижение. Многие исследователи говорят о том, что, рассуждают о том, что привело к подобного рода результатам по колоректальному раку и раку желудка. Ну, здесь есть некоторые данные по ПАФ, по мужчинам и женщинам. Это данные 2009 года. Мы видим здесь, что курение и инфекционные заболевания, они вносили свой очень существенный вклад в смертности. Здесь, конечно, что-то в презентации не так, цифры какие-то не ты, но на самом деле курение – это 11%. Ну, здесь курение. Курение, инфекция – это действительно наиболее важные факторы для населения Кореи. Но диета. Ведь мы же с вами говорим о диете. Вот диета здесь играет весьма небольшую роль. Вот здесь, конечно, есть у нас напитки, и здесь очень трудно, чтобы это не было измерять, потому что мы наверняка знаем о том, что ведь не только корейцы, но вообще Азия вообще очень сложна, потому что очень трудно всё измерять. Всё так усложнено, усложнено по разным причинам. Поэтому, в принципе, измерение вести очень трудно, но мы, тем не менее, считаем, что диетические факторы действительно влияют на частоту заболеваний, особенно когда речь идёт о раке желудка и о колоректальном раке. Так вот, здесь ПАФ, который получен по фракциям популяции, и примерно одна треть случаев рака связана с диетой. Так, что же касается рака желудка, то здесь вы видите разные виды соки. Это такие жиры, которые в азиатской кухне считаются защитными. На самом деле, конечно, кухня наша очень острая, а японцы как раз предпочитают вот такие вот продукты, которые осуществляют и предоставляют защиту. То же самое можно сказать о китайцах. То есть мы можем говорить о этих особенностях. Казахстан, да, в Астане у меня есть друзья. Когда я первый раз оказался в Казахстане, я был очень удивлён, что там уровень заболеваемости раком желудка очень высок в этом населении, в этой популяции. И мне хотелось, конечно, посмотреть, что происходит. Я увидел, что там на рынках очень много корейцев продаёт, а люди покупают маринованные солёные продукты. И это один из источников чрезмерного потребления соли населением Кореи. И, ну, на самом деле, конечно, это может быть и связано с высоким уровнем заболеваемости раком желудка. Одна из работ, опубликованных в 2011 году. Так вот, мы опубликовали работу. На самом деле, конечно, много статей публиковалось. Это одна из статей, которые как раз изучаются, вот эти паттерны на протяжении нескольких десятилетий, где описывается влияние усиленной диеты, усиленной овощами и фруктами. И каким образом это сказывается, изменение диеты сказывается на заболеваемостью раком желудка. Каким образом эти изменения стали наблюдаться ещё до введения скрининговой программы. Конечно, мы уже выяснили, что большое употребление соли – это, конечно, очень серьёзный источник проблемы. Действительно, напрямую коррелирует с высоким уровнем заболеваемости раком желудка. Поэтому сейчас уже мы работаем над тем, как сократить употребление соли, сокращая количество соли. Например, кенчи – такое известное блюдо, очень-очень солёное. Иногда, конечно, в кенчи очень много соли наблюдается вот с левой стороны. Но белые кенчи – это совсем другое дело. Тут соли мало. Поэтому мы пытаемся изменить привычки в питании. И это поддерживает правительство, различные агентства государственные. Они тоже играют свою роль в пропаганде менее солёных продуктов питания среди населения. И, кроме того, мы говорили от этой загадки. Конечно, хеликобактер пилори – это очень серьёзная причина возникновения рака желудка в Корее. Но вы здесь видите такие загадочные явления. Высокий уровень заболевости раком в некоторых странах напрямую не связан с хеликобактер пилори. И наоборот, мы должны посмотреть, каким образом можно это объяснить. Мы опубликовали в работе, которая посвящена как раз этому вопросу, мы говорим о том, какие причины приводят к возникновению рака желудка. И, конечно, не только хеликобактер пилори, но и различные диетические факторы играют свою роль. Но теперь мне хотелось бы поговорить ещё об одной вещи. Не только диетические факторы, но и особое внимание к сои может оказать своё влияние. Конечно, это очень большой источник питания в Китае, в Японии, в Корее. Мы очень много тофу потребляем, а значит и сои. И вот эти снимки сделаны были во Вьетнаме, в Иране. И мы видим там соевые бобы. Однако в интервью уже было сказано, что рак желудка требуется значительно больше доказательств для того, чтобы найти такую прямую связь. По колоректальному раку, вы видите здесь данные. Таким образом, нам нужны специализированные, узконаправленные научные исследования для того, чтобы понять, в чём польза соевых продуктов или наоборот. И изофлавоны, да, здесь, конечно, такая же молекулярная структура, как у сфазана. И здесь, может быть, начинают играть свою роль какие-то ингибирующие эффекты. Они, например, могут препятствовать развитию ракомолочной железы. И здесь также могут быть особые условия, которые создаются, ингибирующие пролиферацию и воздействующие на развитие инфекций. Здесь исследования, которые проводятся в Корее. Мы видим, что соевые продукты снижают опасность возникновения. Фрукты, овощи. Большое количество соли повышает риск. Но нам, конечно, нужны значительно более научно обоснованные данные. Потому что большая часть вот этих отчётов, это отчёты, конечно, связанные с case control. И означает, что они легко подвергаются критике и сомнениям. Таким образом, нам нужны более специфицированные биомаркеры в будущем. И это исследование с использованием биомаркеров и когорт в Корее. Это данные про Бообанк. Это моя когорта с 1993 года. Когорта KMCC. И у нас с использованием этой когорты получены очень интересные данные, которые говорят о том, что, например, с точки зрения тофу, здесь мы видим изменения. Однако соевая паста, как мне это сказать, Чен Джен Кук, содержит очень много соли. Это, конечно, соевая паста, но она при этом очень солёная. Поэтому те люди, которые предпочитают соевую пасту, подвергаются большому риску. Но если посмотреть на данные в сочетании с тем, что ранее сообщалось, мы видим с вами понижение риска с учётом усиленного питания соевыми продуктами, но без соли. Более специфично. Мой коллега начал исследовать не только влияние соли, содержание соли и сои, но он стал измерять Ченнистайн и так далее. И результаты этого исследования были опубликованы. Видите, здесь мы с вами видим следующее потребление. Ченнистена понижает тенденцию. Ченнистена также ведёт к понижению, а Микол приводит к понижению риска возникновения рака. Теперь, что касается сочетания различных категорий. Здесь мы видим тоже тенденцию. Изофлавоны. Здесь с ними связано понижение в тренде. И такое же исследование проводилось в отношении колоректального рака. В настоящее время в Корее имеют самые высокие показатели по колоректальному раку. Но, к сожалению, мы... То есть, извините, к счастью, к счастью, мы стали наблюдать и понижение. И смертность не такая высокая в настоящее время. Хотя, конечно, количество новых случаев по-прежнему очень высоко. Так вот, как же можно снизить риск колоректального рака? Может быть, с помощью изофлавонов. И вот здесь мы видим, как это можно сделать. Здесь традиционное исследование, такое исследование, case control, которое проводилось в Корее в национальном центре. Традиционные диеты. Здесь мы с вами видим понижение тренда. Более западные, западного типа диеты, как вы видите, начинают занимать большее место. И это сказывается на количестве новых случаев. И это то же самое. Надо сказать, что также проводили исследования изофлавонов в сыворотке и населения Кореи. Здесь вот мы видим понижение тенденции. Здесь мы видим изменения также. И когда мы сравниваем данные по Корею и Вьетнаме, то увидим, что Вьетнам дает нам достаточно высокий уровень. Это женщины были. А что касается... Это было и женщины. А вот теперь слайд по мужчинам. Мы видим, что здесь во Вьетнаме понижение. Дженнистен, когда мы связываем с Дженнистеном, надо сказать, что здесь разные результаты. Но тенденция примерно одинаковая. Если мы сравниваем данные, данные, опубликованные в 2008 году, например, и здесь причины изменений в уровне заболеваемости колоректальным раком, это не обозначено. Поэтому, может быть, мы ошибаемся, но одна из причин может быть связана с потреблением изофлавона по сравнению с европейцами. Так скажем, что здесь, в Азии, корейцы в том числе употребляют 20-50 миллиграмм изофлавонов в день, в то время как в Европе на Западе 3 миллиграмма может быть. И это приводит к такому различию между европейскими странами и азиатскими. Ну и позвольте мне теперь сделать выводы. Перспективные исследования в Корее с использованием плазмы изофлавонов и концентрации говорят о том, что можно снизить риск колоректального рака. Интерликент-10 также очень важно рассмотреть именно с этой точки зрения, посмотреть, каким образом при модификации с использованием сои можно добиться результатов. И, изменяя эту тенденцию, можем добиться понижения смертности. Может быть, это можно будет ассоциировать с понижением количества потребляемой соли и с распространением более европейских диет. Спасибо. Алик, есть какие-нибудь вопросы, профессор? Я не знаю, что такое соевая паста, но очень интересно. Что за соевая паста, как вы ее используете? Вы говорите, что люди, которые ее употребляют, у них более высокий риск развития злокачественных заболеваний, потому что, возможно, она соленая. Как они ее едят? Извините, такой вопрос любопытства. Никогда не пробовал. Я покажу вам после сессии, что это такое. Спасибо. Испределение тофу или соевых бобов это достаточно рискованные факторы. Но когда их готовить, еще и с большим количеством соли. Также, это касается некоторых видов мяса. Один из многих любимых корейских продуктов, очень соленое. Поэтому кто-то, кому нравится. Похоже, что я здесь единственный, кто из Азии, в этой комнате. И джан-кук. Это очень соленое блюдо. Я показывал вам картинку. Это одно из соленых блюд, которые вывали на трагу. Очень-очень соленое. В любом случае, за последние 20 лет мы, внучки, уже, и мне нравится это блюдо, уже изменились вкусы. Ну, другие люди мои, на самом деле, очень любят. У меня еще один вопрос. Это, скорее, комментарии, совмещенные с вопросом. Вы показали что-то, диагностику, рака желудка, колорит, рака и так далее. Но когда вы начали скрининг, прошло много лет, часто все равно повышаются, то время как смертность начинает потихонечку снижаться. Вы гипотезировали, что изменится диета. Люди едят больше фруктов, овощей. Возможно, это будет террористично объясняться тем фактом, что когда вы начали программу скрининга, когда вы не на это не делали, вы начали изучать все каскады заболеваний с желудочно-кишечным трактом. И вы достигли определенного момента, когда вы остались только с людьми, которые еще поддействуют другие факторы. Я не знаю, согласись ли вы на это с этим. Но похоже, что когда вы начали менять диету, вам понадобилось время, чтобы понять, что изменяет диета действует. Элизабет провести декрет, когда начала организовывать программу скрининга в национальном уровне, был издан в 1999 году. Но до этого в течение практически 20 лет привычки, диета и нутриционный статус уже начали меняться благодаря изменению экономического состояния, экономики. И до 1999 года существовали программы на практической программе скрининга частными больницами, частными докторами, они были еще популярны. И в национальной программе скрининга организованы были использованы топы, который начался в 1999 году. И существует сейчас программа, которая покрывает все население. Все могут воспользоваться скринингом, но это только с 1999 года. До 1999 года только небольшая часть населения, которые были богаты, которые жили в урбанизированных властях, могли воспользоваться скринингом. Не все люди. поэтому это может быть определенные перезадержки в 10, 15, 20 лет после введения скрининга. И только в 2011 году мы увидели какие-то положительные воздействия. Субтитры создавал DimaTorzok